Не добро пожаловать. Новому игроку рынка недвижимости, банкам, застройщики совсем не рады. Финансовые организации будут брать бывшие долевые вклады и хранить их у себя до полной сдачи дома. А работать застройщик будет за счет кредита. Казалось бы, схема простая, только деньги дадут не всем. Банки рассуждают, с их точки зрения правильно, о том, что мы сегодня возьмем только те объекты, которые являются экономически для нас понятными, для застройщика эффективными, с нашей точки зрения, ну и которые не придут к проблемам. Мы оценивали, чтобы у компании не было просроченных долгов, не было обязательств, не уплаченных по налогам, не было претензий со стороны контрагентов и были собственные средства для того, чтобы обеспечить ту часть вложений в проект, который требуется делать за счет собственных источников. Финансовая состоятельность, платежная дисциплина, деловая репутация. Такие общие критерии проходят только крупные застройщики, средние даже не пытаются. И даже сильнейший игрок в строительная перспектива нервничает. Участок под этот дом на Песчаной подготовили за три месяца. Сейчас гастарбайтерами наращивают темпы, чтобы до июля поднять дом и не попасть под новые условия. Говорят, тогда работа станет убыточной. Деньги дольщика лежат в банке. Банк тебе дает сумму эквивалентную, допустим, сумме, которая у него лежит, где-то под 4,5-5% годовых, так они озвучивают. Если денег дольщика в банке нет, плохо продается жилье, он тебе дает под 8,5-9% средства. Соответственно, за два года стройки ты как минимум на процентах отдаешь, от 12 до 18% плюс инфляция, никуда она не делась. В итоге удорожание строительства до 25%. И в будущем, по прогнозам, застройщиков станет меньше. По мнению экспертов, у них есть два варианта избежать банкротства – сливаться или уходить под федерального застройщика. Но в июле на новое финансирование переведут около 30 уже строящихся на деньги дольщиков домов. Бизнесмены уверены, из-за путаницы ситуация на рынке усугубится. Был один Демидов парк, сейчас сколько сказали, там, 35 вроде Демидов парков подходит. Ну, 15, я вам гарантирую, подходит. И надо это говорить губернатору, и надо объяснять там и так далее. 15 Демидов парков уже на подходе, они ваши. И это одно возможное последствие. Другое уже точное – рост цены на квадратный метр. Но риэлторы не считают его катастрофичным. Эти цены были уже, и они были, вот, пожалуйста, в 2014 году, пожалуйста, там, средняя цена на рынке Барнаула была 51 тысяча за квадратный метр. На сегодня там цена в районе 44 тысяч за квадратный метр. А застройщики прогнозируют другую будущую и, по их мнению, более реальную стоимость квадрата – 65 тысяч. До июля в Барнауле ожидают массовую покупку жилья в новостройках, а после главным станет рынок вторички. Анастасия Драган, Алексей Фризин. Наши новости.